В пятницу в Черниговском квартале без особых праздничных речей, красных ленточек и оркестров открыли новую спортивную площадку. Мэр города Фомичев и автор проекта Светлана Зиневич, а также дети из Черниговского квартала официально открыли эту нестандартную и яркую площадку для занятия спортом жителей всех возрастов. Это победа в рамках бюджета участи. И, по утверждению Светланы, далась она не очень сложно. Хотя и не так просто, как казалось вначале. Люди проголосовали за то, что они хотят. Именно мы это хотели. 180 человек подняли с дивана и пошли проголосовали. И мы имеем то, что мы хотели. Не банальную, ну что бы нам тут поставили, две качалки. А мэр рассказал собравшимся историю, как идея бюджета участи появилась в Украине. В последние годы Рада Европы проводила семинар из этого вопроса местной демократии и демократии участия. Там как раз словенець, мэр, ділився своими впечатлениями, что у них есть проект бюджета участия. Я его привез, скажу, шановне, так классно же, давайте. И у них, можете уявить, на 40 тысяч мешканців, у них сьогодні, в цей рік, уже принимают участь в голосовании, близко 10 тысяч. 10 тысяч людей приходят и голосуют за тот или иной проект. Там уже 180 людей не выиграют. Там уже треба тысячи сбирать. Я в том, что, да, начало. Но есть зацікавленность, люди готовы реализовывать и готовы брать на себя ответственность. Найголовное, что тут вы взяли на себя ответственность. Мы хотим это. После этого участники торжественного открытия провели испытания практически всех тренажеров. Ну, дети уж точно, всех. Оборудование новенькое, сделанное в Чернигове. Один из жителей Черниговского квартала, опробовав это оборудование еще вчера вечером, подчеркнул, что оно уникальное и очень крутое. Он раньше несколько лет ходил в Берггарский фок, а теперь у него во дворе появилось это замечательное оборудование, и он готов бесплатно показать молодежи упражнения для занятий спортом. А в Берггарский фок он, видимо, уже больше не пойдет. Теперь очень хотелось бы обратиться к жителям Черниговского квартала, чтобы они бережно относились к этому спортивному произведению искусства. Ведь его построили специально для них, и его не нужно ломать. И еще, сегодняшнее открытие спортивной площадки доказывает, что если вы все вместе, это я обращаюсь к жителям всех кварталов, придумаете что-то полезное и нужное, и сами за это проголосуете, то строительство в рамках бюджета участия – это вполне реальный шаг, чтобы сделать ваш квартал лучше. Причем городские власти помогают и находят деньги для улучшения жизни слоучан. Пожалуй, еще пару таких нововведений и модная фраза в объявлениях «Черниговский не предлагать» постепенно уйдет в прошлое. А автору, главному движителю и реализатору этого проекта, Светлане Зиневич, отдельное спасибо от всех жителей города, а жителей Черниговского квартала особенно.